Ребятушки, к нам приехал iPhone X. 10. Извините. Так вот, ребятушки, сегодня мы с вами будем выяснять, что мне взять. Конкьютер за 80 тысяч или же все-таки iPhone X? 10. Ребятушки, пишите в комментариях, что бы вы купили, имея на кармане 80 косарей. Телефончик или же добротный компьютер, который Арсенчик с любовью для вас соберет. Ладно, ребятушки, давайте заставку посмотрим. Интер. Друзья, давайте перейдем непосредственно к анбоксингу. Все технообзорчики делают такой анбоксинг. Кстати, модель на 64 гигабайта. Джамал, давай. Там есть модель. Кстати, коробка очень тяжелая. Самое ха-ха в том, что мы его уже распаковали, посмотрели. Братан. И закинул в карман даже, Арсен. На самом деле, пока мы ждали, тут парень наверху сверлит. Пока мы ждали, чтобы он там досверлился, мы уже распаковали, заунбоксили. Джамал уже понюхал, обнюхал. В общем, единственное, что Джамал не сделал, это облизинг. Облизинг у нас нет такой рубрики, у нас все в нем. Да, но я не делаю такие вещи. Ну, пока. Ты прошел бизнес, не попал еще. Кабель, лайнтинг, наушники, AirPods проводные, даже зарядочки, которые сколько? Лет сто уже нет, подожди, с какого года? Понимаешь, я могу тебе сказать, с какого года Ethernet кабель, но с какого года это я не знаю. Прогресс коснулся всего. Даже вот теперь этот телефон начинает новую эпоху, новое десятилетие, короче. Открыл он технологии, инновации, как сказали же, вот там, Тим Кук или кто там. Но зарядочка, она неизменна, это вечно. Это нельзя трогать. Будущее за зарядкой зарядки. Вот хотя бы этим неизменным кабелем 1-амперным Apple старается все-таки отдавать дань уважения Стиву Джобсу и не менять. Ну, главное верить в это. Друзья, главное верить. Нет, мы на самом деле транслировали презентацию данного айфона, ну и не только его, восьмерки, соответственно, тоже. И знаете, Джамал тогда очень сильно горел по поводу простой вещи. Это эмодзи какашек. Больно, больно. Поэтому в этом ролике вы не увидите этого. Ни эмодзи говна, ничего подобного в этом ролике не будет. Эту штуку представили как вот отдельную инновацию. Это нанотехнология, бро. То есть, о чем мы сегодня будем разговаривать? Тебе нужно... Первое впечатление, каков он вообще нам, вот ты в руки взял. Вот взял ты его в руки, что ты ощущаешь? Ты 80 косарей в руках ощущаешь? Во-первых, во-первых, я проспорил тебе. Точнее, я сказал, что если он будет стоить около до 1000 баксов, я его возьму. Он стоит больше? По факту, да. Он стоит больше? По факту. Но на сайте Apple написано то, что, чуваки, там сколько? 999 баксов. Просто на 1 бакс я проиграл. Я вынужден буду купить iPhone 10. Подожди. Думаешь, не стоит? Думаю, мы простим Арсена, если он за ту же сумму купит себе Galaxy Note 8 и не изменит своему Android. В общем, друзья, придется мне купить iPhone 10, по-моему. Почему ты не хочешь Note 8? Я не знаю, мне не понравился он. Фанаты Samsung. Я думал, я один такой. Я всегда с вами, братишки. Но конкретно Note 8, он какой-то, ну не знаю, мне легче уже S8 взять. Тоже можно? Ну, не знаю. Ладно, раз ты проспорил. Ну, хотя бы черный. Да, опять же, все технообзорчики делают обзор именно на вот... Это белый, да? Почему-то этот цвет везде пиарят. Белый. Мне не очень нравится. Ну, посмотри, это что? Он говорит, ты не видишь ляпок? Да хрена здесь. Типа он не ляпается. Он ляп... Микрофон. Рамочка. Хромированная рамка. Помните, на Samsung Galaxy Note 2 была такая пластик, покрытый вот эти хромированные напыления, которые... Это, короче, это хирургический алюминий, да? И шизной попахивает. Очень дешево. Вы сверху... Спереди же нормально, вот сзади, сбоку. Я бы не сказал, что телефон даже 40 тысяч достоин по внешнему виду. Ну, типа, конечно, по дизайну не судят, многие скажут, но он должен выглядеть дорого. Он же дорого стоит. Дорого-богато. Или что я должен? Как я ощутить должен? Face ID или каким-то... Нет, смотри, такой вопрос. После того, как его представили, с чего... Вот я знаю мнение Джамала по этому поводу. Вы пока не знаю, ты высказывался в своих роликах или нет. Я не понравился. Джамалу он вообще не понравился. Резко негативное отношение к этому айфону. Но вот у меня один вопрос, Джамал, почему? Скажу почему. Он юбилейный, должен быть инновационным, допустим. Из инноваций тут Face ID. В принципе, вещь, которая зашла, по идее. И мать какашки. Тормозиться с этими какашками. Запомните, это варь. Face ID годно зашла вроде эта штука. Я, правда, негодовал, что кнопочку хотя бы сюда не поставили. Те, кому все-таки эта кнопочка нужна. Хотя бы в бок, как у Sony. Даже удобнее, чем внизу. Раз, разблокировал. Хорошо, убрали кнопочку. Здесь, кстати, некоторые неудобства с этим связаны. Разблокировка. Иногда тыкаешь в середину, вот сюда ищешь кнопку. Вот эти удержания. Переучиваться придется. Ну, привыкнем потом, конечно. Apple, когда нам что-то впаривает, мы привыкаем по-любому. То есть, это есть. Потом, вот этот вид дисплея. То есть, упразднили кнопочку. То есть, безрамочный дисплей. Где тут безрамочный дисплей? Нет, по факту, друзья. Мы сейчас ставим видео. Безрамочная должна быть безрамочная. Но здесь рамки толстые. Где моя семерка? Такие же толстые, как Арсан. Такие же толстые, как на семерке. Я не знаю, может быть, что-то мешало Apple сделать рамки тонкими. Например, Samsung даже в своих нефлагманских телефонах делает рамки тоньше. Galaxy A5 17. Заметь, я все чаще и чаще слышу от тебя вот это сравнение с A5 17. Ну смотри, тогда еще появилось у нефлагманов вот такая вот тонкие рамки, все ощущается красиво. А тут рамки толстые. Не знаю, это почему так. Может быть, нельзя было по-другому. Хотя, я думаю, можно было по-другому. Это не связано с конструкцией. Здесь ничего, как сказать, здесь AMOLED-дисплей у Samsung тоже AMOLED-дисплей. Здесь есть 3D Touch, хорошо, 3D Touch здесь. Но я не думаю, что именно толстые рамки позволят все это реализовать только. И они сейчас не готовы сделать тонкие рамки. И вот эта вот челка. То есть любое приложение открываешь ты. В верхней части экрана. Да, и она вот это вот, она садится как будто снова. Любое приложение открываешь, и она сверху опаньки. Ну, Джамал, смотри, вот такой вопрос. Как сделать все, чтобы работало четко, в том числе Face ID? Заметь, Face ID уже был на многих телефонах. И он работал очень криво, очень говененько. Здесь же он работает проверенно. Без этой штучки, наверное, было не обойтись. Вот. Просто не скажу, что она мне нравится, но, наверное... Ну, может она нравится кому-то, может не нравится. Но без нее реально, либо вот так вот экран обрезать уже полностью. Знаешь, как ты как бы смотришь, например, видос вырубаешь на него, на него смотришь, и ты постоянно пытаешься представить без этой штуки. Чисто экран без этой штуки. Может быть, в дальнейшем они смогут в экран встраивать. То есть, вот будет точечки какие-нибудь будут с этими датчиками. Но вот эта черная большая панель, динамик можно будет вынести сюда. А все остальные датчики красивенько так под стекло, и они будут заметны только вот, ну вот черная панель не будет. Может быть, так на дальнейшем сделают. Может, годным будет решение. Вот я могу оправдывать айфон, то есть, вот за вот эту вот фигнюльку сверху, черную. Могу оправдывать айфон за вот это стекло. Допустим, в моем А5 меня устраивает стекло. Я не знаю, тебе непривычно. Ты там карбоном даже его что-то обшил. Металу очень нравится. С7. Но знаешь что, мне, я не могу оправдать одну простую истину. Вот это вот что, оно дешевит. Ну, это мое мнение. Очень сильно дешевит телефон сам. Он может быть какой-то отсылкой к айфону 3G, 3GS является, типа, дань прошлому. Но он не должен так сильно дешево, как он выглядит. Как будто 7 лет назад. Я не знаю, может, мне кажется, я не видел черный. Вот вживую я не видел черный. Может, там он выглядит... Черный посимпотнее, скорее всего. Он смотрится более монолитно. Вот честно, когда передняя панелька полностью черная, задняя белая не смотрится вообще. Не то. Они не смотрятся целостно. Айфон. Он вот разрозненно. Вот перед, затык. Каждый раз один телефон. Да, другой телефон. И вот эта вот вставочка. Все-таки вот это тоже выглядит дешево. То есть, камера... Как у китайского телефона, и притом не самых известных фирм, даже не Xiaomi, с Meizu. Не так смотрится. Можно было поаккуратнее. Вот у него же более покатые края. А у него так вверху выпирает. Типа, ну, вертикальное ли это расположение делает такой вид, я не знаю. Может быть, горизонтально было лучше. Нет, ну, мне кажется, так тоже бывало у Huawei, но так дешево не смотрелось. Вот такие вот камеры вертикально расположения. Ну, друг, ты у нас спец по телефонам. Судить, конечно, тебе. Но давай подведем итог. 1-3-3-7, кстати, время сейчас. Вот этот прикол. Да, давай. Я хотел спросить у тебя. Какой... Ну, я же так в этом плане уже чайник. Компьютер давно и все такое. Не чайник. О, не чайник, все нормально. Какой бы комп плюс-минус на вскидку накидал бы ты на 80 штук? Не знаю. Здесь 70. Ну, блин, чувак, там можно... Как ты понимал, это можно топовый собрать в комфортах. Там суть не даже не про цель. Ты можешь сейчас взять уже... 10-70 видюха. 10-80, ну, она, принципе, как... Ну, может быть, летит и корочком посадить. Это грубо так. Нет, смотри. Майнеры цены подъемли. Я могу обновить свой. Я могу обновить свой. Я могу обновить свой. Суть ролика в том, что мы должны искать свое мнение. Получается так, что ты резко-негативно тощишься к нему. А, давай, скажи ты, что тебе нравится, что не нравится. Я скажу. Я скажу. Я не в споре вообще. Я не в споре вообще. Мне просто интересно, что тебе понравилось и что нет. Вот. И я тоже в споре. Сан-Сунгу могут не привыкнуть. Xiaomi, Huawei, но к iPhone всегда люди привыкают. Это, блин, чуваки, вы тебе берете телефон за 120 кусков некоторые. Вначале они продавались чуть ли не за 150, по-моему. Ну, за 150, по-моему, перебор. Но там были случаи и были... Перекупы. Вот именно. Поэтому удивляться такому глупо. Но мне, я не знаю, мне в целом iPhone понравился. Десятка, она действительно красивая по-своему. То есть есть в ней какое-то новое и в то же время старое от предыдущих моделей. Как ты сам говорил, 3G или 4G? Мне... На какой модель ты говорил похожем? 3GS. 3GS, точно. Не понравились толстые рамки. Не понравилась задняя панель. Не нравится вот эта. Но это именно в белом цвете. Кнопки нет, я негодовал на презентации. Скорее всего, и к этому можно привыкнуть. То есть, что без сканера отпечатков будет. Просто на это многие равнялись, когда Apple это придумал. В 5S еще. Вот. Он меня не впечатлил так, как... Вот, например, «Семерка» мне понравилась очень. Мне понравилось, что они допилили вид, антенки и все такое. Сделали антенки не вынужденным шагом, а изыском дизайна. Все здесь красиво. Стереодинамики, пылевлагозащита. Я его мыл. Под водой мыл купал не единожды. Он выдерживает это. Так, вопрос. Он же влагозащищенный? Да, да, да. Ну, мы это проверим. Вот. То есть, стереодинамики и все такое. Я чувствовал здесь прирост. И мне очень понравилась его видеокамера, которая реально залетела. Здесь крутая камера. Вот эти штуки с эмодзи анимированными и заменой заднего фона в портретном режиме и на заднюю и переднюю камеру – это излишество. Это развлекуха. Это непрактическое применение. То есть, этот телефон, в котором так дохрена развлекухи, и он стоит таких неслабых бабок. Я просто хочу сделать заключение. Это дорогая игрушка. И, честно говоря, тысячу долларов я за него не выложил бы. Сорокет еще подумал бы. Ну, рублями, да. А вот 80 – нет. Он в два раза переоцененный. И из-за чего там у него AMOLED-дисплей. То есть, они могут объяснить. Это тупо маркетинг, почему он такой дорогой. Но он тех денег далеко не стоит. Я не готов, что тут… Я вот сейчас заберу. Подожди, подожди. Я сейчас обращусь к нашим подписчикам вначале. Подождите. Вы этого человека называете ябочником. Нет. Подожди. Вы этого человека называете ябочником. Он сейчас взял, просто обхаял этот телефон. Сказал, что он не должен стоить 80. Он должен стоить своих 40. Это неправильно. Это маркетинг. Я соглашусь с тобой в какой-то мере. Но, как он может быть… Хорошо. Эталон телефона на данный момент. Плюс 50 тысяч. Ну, который выше 50 тысяч. Не только они на 8. Мне больше всех телефонов на данный момент нравится. И в этом году я на первом месте… Там многие не согласятся. OnePlus 5. Я его пользовал в течение недели. На прошлой неделе я его с собой в поездку даже брал. Это шикарный телефон. То есть, ты считаешь, что он лучше айфонного? Понимаешь, почему лучше? Да, потому что он больше достоин той суммы, которая за него просит. Я тебе бросаю челлендж. Чувак, ты берешь айфон, пользуешься айфоном, когда… А, сравнение! Давайте заперем сравнение, реально. Или пишите свои варианты в комментариях. Пишем сравнение. Джамал, ты должен сравнить айфон 10 с OnePlus. Я его сравню с айфоном 10, с OnePlus 5, то есть, с iPhone 10 я сравню с OnePlus 5, сравню с Galaxy Note 8 тоже. Попробуй доказать. И когда приедет попозже LG V30, с ним тоже буду сравнение. Хорошо, давай так. Только обещай, обещай в первую очередь зрителям, что ты не будешь предвзят к OnePlus. Нет, конечно. Я буду объективен. У меня есть симпатии. Кстати, часто в упрек вставили мне в обзорах. Это то, то есть, ты, мол, субъективен. У меня есть симпатии к телефону, но я объективен. В телефонах, которые мне нравятся, есть минусы. Я некоторые с сожалением замечаю, некоторые просто есть, есть минусы. Какие-то минусы можно пережить. То есть, запросто я скажу, этот этим плохо, этот этим плохо. Чем iPhone 7 плохо, тоже скажу. Все, все, договорились тогда. В общем, друзья, пишите обязательно в комментариях, что Джамалу сделать с новым айфоном, с кем он сравнился. Кроме краш-теста. Кроме краш-теста. Таких банок у меня нет. С меня их просят. Не забывайте также ставить лайки. Как только наберется 3000 лайков, нет, давайте 2000 лайков, так сразу Джамал будет обливать iPhone водой. А то и джемом каким-нибудь. А потом отмыл ватил. Ну да, потом отмыл ватил. Он же водонепроницаемый. Ладно, у нас на этом все. Счастливо. 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 Счастливо.